Запишу, начну записывать Нормально, сразу гляну пинги, хотя пинги они врут во время пика, но тут вообще типа 110 на 120, знаешь такие пики, точнее пинги Ну да, когда пойдет игра, 110 на 120, это как-то не особо мне верится в этот пинг Итак, Минески HyperX против MidTrust, Филиппины против Таиланда, поехали! Лутан, БГ-01, Сэл, Мистер Свиш, Фокс против ТНК, 3НЮ, Аббы, 5Р5 и Элкея, супер никнеймы азиатских команд, 90% ника, как всегда, занимает спонсор Спонсор, да Ну что, я хочу обратить сразу ваше внимание, дорогие друзья, что на пике команды МСК играет Виталик Лухтан Он же Дубас Ну почти Лухтан, тут Лутан, но мы будем считать, что это Виталик Лухтан Итак, Бон Флетчер в бане, у меня уже, мы понимаем, наверное, с тобой, что мы ни черта не понимаем в азиатской доте, потому что Бон Флетчер в бане, это, конечно, круто Вместе с Ликантропом, Квапой и Ченом, ну и ждем последний бан Кстати, рандом в первой игре правила такие, что рандомит ферст пик Турану, да Рандомит ферст пик, а потом команда меняется и, собственно, ферст пик меняется, походу так Пацаны, что-то на самом деле хэштег у нас пока повис, так что давайте, что еще не прошло время, когда народ это услышал Да, да, да Еще раз напомню, что такое хэштег, это такая решеточка такая, которая появляется при нажатии Shift 3 И слово, и фраза T, E, 2, Qual Все, что вы напишите, мы прочитаем и увидим Фурион третьим баном от команды Мифтраст Ну и ласт бан Кстати, мы видим, что вот в Азии, да, вот сколько комментируем европейских матчей В Азии не совсем, да, такая же ситуация, как в Европе с банами В Европе, как бы, первых три бана, на них тратится, не знаю, секунд по шесть Вот бан лишь ракан, ну и ферст пик Ферст пик команды Мифтраст Ликантропа нет, есть инвокер Ну и ответ Давай, инвокер Веномансер Я верю в вас Да нет, это баунти хантер Веномансер Как ты, не мог знать Как думаешь, что будет? Ааа, Веномансер Давай Я читаю просто филиппинцев Как открытую книгу, да? Да, это должен быть инвокер Веномансер, я уверен на сто процентов Вот это вот чувствуется, да, и пацаны потеют Им надоело на пляжах Филиппин загорать, отдыхать, они хотят слетать в Америку А чё бы нет Ну там в Сиэтле особо не... Хотя там есть пляжи, но там не очень круто Там всё-таки Холодное, это как она... Холодное течение ТЧС западных, захидных витрив Как по-русски бы течение Не знаю, не знаю С географией ещё где-то помню, по-моему Да я в школе не учился просто, поэтому Не могу сказать, к сожалению Ну что, Веномансер или не Веномансер? Ты с детства в Казахстан утарился А, Дарксир же, ё-моё Нож Это нож Дарксир же не в бане Вот это Лоло Ну и мне пик у Минески уже в 10 раз нравится Боже, отдать Инвокера, отдать Дарксира Хм... Интересненько Посмотрим, что сейчас команда Мейфтраст применит Напомним, ребята, которые играют справа Соответственно, за сторону Дайер С Таиланда И берут они Марфа и Шейки Слушай, просто Они повергают меня в шок Очень интересные Пикабаны Виндранер Морф Шейкер Боже ЦМ третьим пиком Окей Ну, в принципе, тут уже У Минески Всё готово У них есть герой в сложную У них есть шикарный инвокер Теперь можно себе выстраивать страту Как угодно То есть под соперником Пытаться контрить Так у них всё хорошо А вот Митраст Да, вся надежда на Марфа Включили Некст КЗ, что ли Ну вот я тоже хотел сказать Вчерашние Вчерашние шейкеры В деле, мне кажется Нет, на самом деле Это под фейками Играет команда Некст И банит четвёртым баном Обсидиан Дестройера Да Просто Как? Какой Обсидиан Дестройер? Там до людей только дошли твои слова про бубны А, ну, шесть минут бывает На самом интернешнале этого не будет Опять-таки, шестиминутный дилей был сделан для того, чтобы, понимаете, команды не полили стрим Потому что все-таки я был не согласен с этим Потому что я вот свято верю в честность доты Я вот, судя по парням у нас из различных команд У меня там был connection problem, но уже нормально Судя по нашим парням, все хорошо, типа никто никогда не палит Но, по сути, если подумать, ты знаешь Так, у меня какие-то connection problem справа сверху усвечиваются постоянно Непонятно почему Будем надеяться, что все хорошо У меня этой хрени нет, поэтому ты, если что, reconnecting сделаешь, я думаю, все нормально будет Ну да Потому что ставки очень-очень высокие Поездка в Сиэтл на The International полностью оплачиваемая поездка, конечно же Питание, проживание, blackjack, шлюхи, все на месте И Лас-Вегас под боком И Лас-Вегас под боком, да До Лас-Вегас лететь полтора часа На JetBlue 29 долларов Ну нормально То есть можно первый день интернешнла откомментировали, там в 10 вечера На JetBlue сел, слетал в Лас-Вегас, ночку потусил, утром на том же JetBlue вернулся, все нормально Он стоял, ждал тебя возле казино всю ночь Более-менее Не-не-не, я уже посмотрел расписание полетов, я все знаю Прикольно-прикольно И четвертым баном залетает Брудмазер у команды Минески Вот не знаю, говорил ты или не говорил, я как-то завтыкал и минус АМ Антимак, пятый бан, ну и что, последний бан от Минески Что это будет? Что же это будет? Ого-го Что-то должно быть интересное А, Винга, ой, лол Они понимают, что туда нужны какие-то саппорты А вот какие саппорты, я вот сразу так и не скажу Что туда можно добирать-то под Шейкера в Эрку Нужны какие-то рейнжевые хорошие саппорты Слушай, ну прям какой-то сумасшедший хост Потому что пинги реально очень классные у команд У кого-то даже меньше сотни Ну может быть, понимаешь, там специально как-то отстраивали Специально что-то там делали И именно из-за этого все хорошо Нет, ну дело в том, что это получается у нас Филиппины против Таиланда Да, все-таки это не китайский интернет Поэтому, возможно, у них там по юго-восточной Азии более-менее А хост Сингапурский, я так понимаю, у нас был, да? Да, хост Сингапур, поэтому там более-менее Ну что, два последних пика Это лич и дисконектнулся один из игроков Минески Это мне уже не нравится Я надеюсь, он вернется Учитывая, что 40 минут понадобилось пацанам, чтобы загрузиться в доту Не, ну еще и пикают, смотри Чистый пик команды НЕКСКИЗа Ну да Кстати, лич, да Сэнд Кинг у Минески, ну и Митраст У меня такой наводящий вопрос Ты вообще обращал внимание, что у Сэнд Кинга 4 глаза? Кстати, никогда вообще Я вчера это заметил и решил это приберечь на сегодня Лол, у него действительно 4 глаза Так, он сильный вообще Он видит в 2 раза больше Глад, можно ли тебя слушать через Дота ТВ? Задали вопрос Ну вот я сейчас сделал Enable Mic, то есть так, чтобы меня было постоянно слышно И скорее всего, да Скорее всего, через Дота 2, когда в правом верхнем углу вы будете выбирать Аудио поток, там выбираете вы мой никнейм и сможете меня слышать Я думаю, я не уверен в этом, я не знаю, как это работает в Доте 2 Но я думаю, можно будет По крайней мере, на первом интернешнале это работало Сейчас я затрудняюсь сказать Итак, Ласт Пик Ласт Пик по-прежнему, по-моему, не вернулся, товарищ Мистер Свиш Так что будем мы его ждать Будем ждать, пока он реконнектнется Это Вивер Ух ты, а что же они поставят? Это что будет? Трипла с Вивером Дараксир Инвокер Интересно Кстати, поднасрали уже по хэштегу, пацаны Так держать, давайте затрендимся хотя бы в России Мы будем почитывать именно отсюда изредка Потому что начать, ну вообще прям Кстати, мне тут интересная инфа приплыла от Варлока Что товарищ Мистер Свиш, игрок команды Минески Это бывший Хонер и считался одним из лучших игроков Лучше Акаша Хона Скажем так Ну, Акаши здесь нет, поэтому как-то так Итак Посмотрим Here we go Here we go Here we go Мы еще ждем Here we go Мы еще ждем Ну, так как он выбрал героя, значит он в игре А нет, он не в игре Он не в игре, мы видим, что дисконнектнутый Как раз Дараксир И мистер Хонер будет играть у нас Как раз Дараксир Ну что, я тем временем посмотрю Твиттерок, как там в принципе у нас дела с трендингом идут Пока Пока все расслабились Друзья, немного информации Это первый Best of Three Которых сегодня будет просто дохренища Сегодня будет 8 BO3 Если мне не изменяет память 4 азиатских, 4 европейских И на стыке произойдет наложение Которое мы тоже попытаемся Каким-то образом покрыть Так, тут пока пытается что-то там Где-то там Так, ну что Мы тут пока обсуждаем траблы Дубас на пике Бан Бон Флэчера Что непонятно Харьковская Дота Тут вот ребята пишут, что МИФ скорее всего сильнее На данный момент Также подсказывают по поводу дилея Что это в том числе и от вардов Но я не думаю, что Прямо-таки из-за вардов Просто это, наверное, самое безопасное Время для Доты Которая абсолютно ничего не изменит Как считаем, кто вытащит Европу Хороший вопрос Но Мне кажется Это будет либо Маус Либо MTW Либо Virtus Pro О команде Next не скажу абсолютно ничего Потому что я здесь Заинтересованное лицо Если так можно сказать 60 минут минимум Ребята здесь Пророчат Дают инфу Там инфу какую-то тебе туз кидал Да Тут просто Почему-то получается так Что я на минуту быстрее Чем Тоби и Готс Меня видно И непонятно почему И для людей Это почему-то огромная проблема Поставь 7 Вичей В чем проблема Ну так ты понимаешь Что стрим-то оборвется Из-за этого Если во время трансляции Менять этот Потом придется людям Опять 7 минут сидеть Ждать смотреть темный экран Потому что я не знаю Как оно работает Собственно Эта система Не очень хорошо работает Именно поэтому я всегда Противлюсь дилею У нас на трансляции по танках Вообще 10 минут дилей Непонятно Ну бывает Бывает Ну вот непонятно Что тут дисконнектится Реконнектится Команда Возможно они обиделись На одну минуту Дилея Которого у тебя не хватает Ну не знаю Я думаю нет Тут вот люди Не соображают Зачем писать Хештег Спрашивают Написал и что Ничего В ваш дом летит самолет Какие изменения в ВП Что ты слышал об изменениях В Виртуз Про Я слышал что не будут играть Азен и Дредд Сегодня И вместо них якобы На квали будут играть Якобы кто-то будет Блава и скандал Была такая инфа Ну я вот Блава и скандал Ну я не уверен что Это не официально Это утки Утки Ну то есть я Не знаю даже Ребят Что вам сказать На эту тему Я пока Не уверен Что-то тут пишут Off Open Mic Наоборот Включил Вилат Согласен что Не хватает Окошка С пулом Героев Стримером Во время Пика Как вариант Как вариант Как вариант Но вообще Стример должен быть Настолько профессиональным Чтобы помнить Все герои Да Чтобы потом Команда стримеров Села и выиграла Победителя за интернешнл Да нефиг делать вообще Как два пальца Об асфальт Легко Ну а мы испытываем Небольшие Ищу Если их так можно назвать Последним Остался шейкер Который никак не может Зареконектиться И я вот думаю Можно даже вот Прямо сейчас чекнуть Что там у нас Происходит С пингами Команда Эмэски 126 О тут У Виталика Лухтана 360 пинг О это много 100 Пинг Еще Эмэсок 124 Эмэсок В общем Нормально все Ну вот 670 Еще одного парня С эмэсок Вот Что же касается Команда Мифтраст У них по моему Все огонь 97 137 Блин Вообще У пацанов Все классно 128 103 И Вроде как Не лагают Парни Ну и Опять же Это пинг Причем От него еще 30-40 Отнимайте Чтобы Или там 50 актуально Был То есть По факту У кого-то Сейчас 50 Из Таиландских Бандитов Я не знаю Как Таиландские Бандиты Мне кажется Сейчас Отключили Он просто Сейчас сидит Где ты знаешь Бунгало На пляже Просто И на него Работают Тупо Все Военные Спутники Таиланда Не Ну а че ты смеешься Вон у нас Сколько была Историй Да Особенно Когда Энет Хуже Был Какой-нибудь Задротер Варкрафтер Играет Там Клубы Рубают Весь Инкап Да В клубе Интернет Отключается Что пацан Играет Инкап Ему нужно Все 128 Килобит Интернета Говорят Тебя слышно Через Дота 2 ТВ Но плохо Ребят Но Дота 2 ТВ Со звуком Не особо Хорошо Дружит Так что Вау Вы обещали До Интернешнл Это дело Починить Надеюсь На месте Починят Потому что Скажу сразу Что на Интернешнл Мы будем Комментировать Через Дота 2 ТВ Да Однако Вот такие Проблемки Испытывают Обе команды Причем Непонятно Для меня Почему Именно В этот День Да Задержка Тем временем 55 минут Учитывая Сегодняшнее Просто Безбашенное Расписание Это конечно Беда Ладно Мы вам скажем Как у нас будет Сегодняшний день Работать То есть Сейчас Для тех Кто там Вчера не слушал Мы вчера рассказывали Сейчас мы с вами Смотрим игру Минески против Митрас Сразу после этого Мы Посмотрим Еще один матч С квалификацией Между командами Тонгфу И Айс Эта игра Начнется В 13 Сет После этого Параллельно В 15 Сет Начнется Два матча Айон Будет играть Против МСА Эву Квалификация Будет вечером Это World Elite Против Duskbin Да Duskbin Боже В 17 30 Сет Эту игру Опять-таки Будем Мы смотреть На двух Параллельных стрелок Потому что Параллельно Будет также Идти Матч В европейской Квалификации Между командами Кейта И Next Dot KZ Да Кейта И Next KZ Вот Наверное На этот Матч Я Улечу На На Азиатскую Квалу Я понимаю Что тебе Это так Хочется Но я На секунду Задумался О том Что Раз Ребята Из Вел Парятся Из-за Минут Из-за Дилея Которая Есть у Тебя Каково Это Будет Если Я Не Они Уже Не Парятся Они Уже Не Это У Тоби На Овнеде Почему-то Не 6 А 7 С половиной Минут То есть Мы Ни в чем Не виноваты Да Потом Ketan Next KZ Quantic Z Nation Mouth Sports Infused На последний матч Мы уже Тоже Как-то Месяц Обязательно Посмотрим Кто Что Будет Комментировать Времени Я вам Даже Так Скажу Друзья Если Получится Впоймать Каспера Привязать Его К стулу К забору Как минимум Сокастером Кому-то Он Выступит Но Я Не Уверен Что Его Сегодня Удастся Поймать Попытаемся Мы Попытаемся Не знаю Получится Или Но Мы Попытаемся Итак По-прежнему Мы ждем Что Я могу Еще Сказать Эх Не Весело Так Как То Что Уж Вы Делаете С Нами Ребятушки Дайте Нам Посмотреть Доту Пожалуйста Рэймонд Паулс Дай нам Хаус Все Тангусики Пацаны Ставят Здесь На Миф Траст Давайте Лол Постримим Нет Лол Стримить Мы Не будем Я напомню Еще раз Считаем Хештег Твиттере Т2 Квал Да Т2 Квал Вот нормально Уже Более Менее Народ Пишет Кита Выиграет Слот Рахимов Динар Считает Ну Вилата Очень плохо Слышно В игре Остальных Кастеров Хорошо Ну Вот Звук Источник Звука Sound Девайс Ну У меня В принципе Дефолт Стоит Ну Вот Может Стоит Что-то Поставить Не Дефолт А Тот Который У тебя В эксплите Ну В эксплите У меня Стоит Ты понимаешь Что тут Только Можно Выбрать Динамики Тут Нельзя Выбрать Микрофон Ну Да Ладно Тем Более Что В игре Наверное Слышит Только Тебя Так Что У меня Вообще Вот К Компу Которому Дота 2 Подключена Вообще У меня Не Подключены Наушники Может То Так Будет Лучше Звучать Будем Надеяться У меня Какая-то Музыка В Доте Новая Я Еще Такой Не Слышал Да Кстати Была Информация О том Что Блин Че Я Хотел Сказать Хотел Сказать Да Кто-то Там Обещал Шмотки За просмотр Доты ТВ Но я Не Уверен В Этому Крайне Поэтому Лучше Смотрите Твич Я думаю Вряд ли Это Будет Работать Это На всякий Случай Можете Параллельно Просто Зайти Туда Но главное С твича Не уходите Потому что Самый большой Экшен Будет Именно Здесь Это Понятно Ну что По-моему Все Уже В Игре Ну Да Все В Игре Почему Мы Не Стартуем Неплохо Было Начать А Да Кстати Если Вы Будете Стреть Через Дота 2 ТВ Вы Не Будете Слышать Матрикса Это В принципе Со всеми Комментаторами Так Будет Кроме LD И Готса Которые По-моему По-одиночке Комментят Да Ну По-моему Они А Да По-моему По-одиночке Тоби Уан То Вместе С Фиром Его Тоже Не Будет Слышно Да Товарищ Фиром Ну что Готовы Митраст Наконец-то Боже 59 минут Понадобилось Комментам Чтобы начать Игру Ну бывает Это же Это же Worldwide Интернет Это же Worldwide Интернет Не такое Реди Го Наконец-то Итак Первая игра Второго Интернешнала Начинается Путь за Миллионом Пошел Первыми В эту битву Врываются парни Из Минески Митраст Миллион Миллион Долларов США Я думаю На самом деле Что пофигу На расписание Потому что Вряд ли Матчи будут Начинаться Не дождавшиеся Кончания Предыдущих Матчей Скорее всего Именно Будут так Ну это понятно Так что Ребята Сегодня мы с вами Часов до трех Ночи Как минимум Нет Но Я думаю Это не будут Касаться Европейских И азиатских Скорее всего Квалификаций Которые Точно Наложатся Друг на друга Но вот В рамках Азии Европа Вот прям В рамках Каждая Из этих Квали По любому Матчи Будут Ну подряд Иначе Зачем Было Так Напрягаться Ну что Лайны Поехали Внизу У нас В нижнем Левом Углу Команда МС Хипер Икс Санкинг Вивер Кристал Мейден Инвокер Тарксир И собственно Пик команды Мифтраст Из Таиланда Лич ВР Бистмастер Шейкер И Морф Ну вот Интересно Как поставят Оставят ли Одну Здесь ВР Или Лича Или Вот Не совсем Не понятно Что здесь Будет Происходить У Трастов Или Скорее всего Лич Здесь Хавает Крипа И пойдет На топ К морфу И вместе С шейкером Они там Будут Тоже Стоять Триплой Ну а В миде Мы будем Наблюдать За дракой Инвокера И Бистмастера Ну скорее Стоя Так Именно Линии Поставят Парни Так Ну что Величайший Хонер Всех Времен И Народа Уграет Дарксиром С ником Кю В Я думаю Выстегнул За это После Игры Потому Что Клялись Божились Ну точнее Заставляли Играть С никами Собственно Я тоже Заставлял Как бы Свои же По голове Могут Надавать Так сказать Спас Ладно Поехали Наконец-то Пошла игра Винвиз Забирает Инвокер Чтобы Не дай бог Какой-то Шекер Его не украл Ну и Миде Инвокер Против Бистмастера Мне Что-то Кажется Что Инвокер Должен Отыграть Намного Лучше Посмотрим Самое Главное Что это Азиатская Во-первых Это не Китайская Дота Кстати Все Считают Что Азиатская Дота Это то же Самое Что Китайская Что Здесь Да Будет Трэшак 75-минутный Ребята Слих Два дня Старландера Нам доказали Что 78 минут Это Нормально То есть Это нормальная Средняя Дота Так Миде Я думал Шекер Будет Обходить Здесь Инвокер Он Прошел И сразу Убегает Все-таки На нижнюю Линию Как-то Помогать А Шекер Прошелся По вардам Шекер Прошелся По вардам Знает Где он Он просто Тыкнул Вард Сюда На пул Ну и Сразу Возвращается Я думал Могут Его поймать Здесь Парни Изменевские Но 5-р-5 Не дурачок Просто Вардец И побежал Помогать Сюда Верочке Верка Взяла Второй Левел Ее Не Напрягают Здесь Видите ЦМка Сделала Дабл Спаун Только Потом Будет Пытаться Его Пулить Ну и Поэтому Виндранер Спокойно Себе По таврам Получит Скоро Уже На третий Левел Я вот Здесь Пока Пытаюсь Разобраться Видом Изапсов Хочу Заметить Сразу Что Инвокер Играет У нас Через Эксорты Вот Сейчас Он Сразу Качнул Себе И квас И будет Заряжать Вот Он Уже И Есть Санстрайк На 100 Дэмэджа Ну Это Такое Санстрайк На 100 Дэмэджа Это Не Сверх Опасно У Инвокера На данный момент Крипстат 3 на 2 У Бестмастер 6 на 2 И вот То что я сказал Что Инвокер Должен Выигрывать Эту Линию Салат Я Забираю Свои Слова Назад Но Тем Время На топе Дарксир Там Просто Решил Поиграться И Мне кажется Можно Доиграться Хотя Там Всего Лишь Дабла Но Вот Если Санстрайком То Могло Бы Что То Но В Лас-Вегас В Лас-Вегас Конечно Да Тут команды Будут играть Аккуратно Это однозначно Не стоит Это именно Та дота Это именно Та труд дота Которую Это не мясо Там просто Натупить Которую мы вчера Наблюдали Например Там Матчи между ПГГ С What You Can Абсолют Леджендс Тут будет все Осторожно Спокойно И Никто Никуда Не будет Лететь Настоящая Такая Интернешнл Стайл Дота Именно Зэ Интернешнл 2012 Ну что Я вот не знаю Показывал Или не показывал Там Дарксира Немного Попинали Но он Отличился И вернулся Налайн Причем Сверхагрессивно Играет Дарксир И мне кажется Вот сейчас Ему могут Объяснить Хотя нет И сейчас Не объясняют Ну вот Что-то знает Видимо Этот парень Но вот Фласочки То нет Теперь Деревьев Не хватит Надо бежать Домой И То есть Спокойно Здесь Сепа Фармит Марфила У Марфа 14 на 7 Кстати Не такой уж Хороший Крипстат У Марфа Ну уже 16 на 7 В то время Как снизу У Вивера 11 на 3 Ну вообще Начало Я бы не сказал Что особо Очень-очень Хороший И так далее 8-5 В миде Инвокер 13-4 Бессмастер Тут Бессмастера Все отлично Бессмастер Шарит В 2 топоры В 1 Call of Wild Есть Инербист Уже Спокойно Себе стоит Видно Будет продолжать Хорошо стоять Ну в любом случае Пик команды Минески Мне нравится В разы Все же Тарксир Вивер И так Здесь Сэн Кинг Обходит Видит варку Нет Спалился Или не спалился Скорее всего Все-таки спалился Он здесь Он спалился Еще на нижнем варду Здесь же поставили вард На пул Который видит Еще на маленький кусочек леса И когда пробегал Сэн Кинг Его запалили Парни из Минески Парни из Митрас Поэтому не подставляются Здесь 3НЮ А также 5РР 5Р5 3НЮ и 5Р5 Кличные ребята Ну мне кажется Все же лучше чем 3-5-7 Лучше чем братья Березуцкие Смотри Смог завязали в нагбу Но там вот стояла иллюзия Не знаю По-моему не видела Эта иллюзия Ничего того Что произошло В этом лесу Куда они пойдут Мне интересно То есть в мид На бестмастера что ли Или будут обходить Как-то и побегут На ру Ну побегут На нижнюю линию Не знаю Тоже интересный вопрос Все-таки Эта попытка будет Зайти в мид Вот сейчас Ну бестмастер-то понимает Что происходит У него ДД в банке Смотри куда бежит бестмастер Все отлично Потому что снизу пропали Все-таки смок он видел Бестмастер стоит уже Под Т2 тавером И оттуда уходить Он особо не собирается Ну да Это явно Не пуджом в лесу Формить Это вообще Пацаны забегают За второй тавер При любой возможности Так Ну вот сейчас он выйдет Нет боится Боится Очень боится Делает все абсолютно правильно Крипам Отходить нельзя Пока не увидит Вот если он выйдет Сейчас сюда На лоу граунд И вот тут же Начнут цеплять И будут огромные проблемы Он мансит Чтобы спалились пацаны Вот назад вперед Вот так вот Просто Опа пошел Нет Не выйдут Не поймали они Он взял шестой левел Взял шестой левел Тут смок уже закончился Но все равно Никуда не идет Инвокеру это дает Возможность пофармить Но То что два героя Команды Минески Ничего не делают Это беда А вот на топе Лича Можно убивать Там веточка у Лича Просто веточка Его можно убивать Вплоть до того Что под тавером Дарксир 5-0 Крипстат Есть уже третий левел Морф 4-й Пятый уже точнее левел Есть аквила и кольцо У Лича Ветка И его надо Просто убивать Даже идти под тавер Но хотя Может и нет Морф рывается сюда Можно его копать Тянуть надо И Новость сюда Сенкинг Копнул Ну лол Ну что ж такое Что ж это такое Это было А Там у парня 300 Что-то пинг По сравнению со всеми остальными Может что-то в этом дело Ну да ладно Могли убивать Могли здесь забирать Минески Фрестблат Подставился Морф Не было у него Вейва Чтобы уйти Но вот Не реализовали Этот момент Цемки Блоколба Вторая Новая Ну что-то Что-то не получилось Ладно Наблюдаем дальше За фармом Седьмая минута 32 на 9 счет Да ладно На топе Произошел У нас первый Фрестблат Квалификации Зейнтернешнл Так Тут Бессмастер должен Дарксир Да игрался Да выделывался Вот здесь парни Бессмастер Бессмастер с ДД Так Инвокер на него Хорошо Колд снэп Сенкинг Раскопает Сансрайк от Инвокера И 1-1 Отвечают Очень быстро Парни из Минески Пошел в обратный ганг Просто Бессмастер Когда Сенкинг С Семкой Не смогли Ничего сделать И Подотошли Сразу на топе Появился Бессмастер С баночкой И ДД Который был У него в баночке И забрал Дарксира Ну ответик Тут же 1-1 Да Инвокер Кстати Вот качается Именно как я и говорю Через экссорт С Куасом И у него Вот Колд снэпы И санстрайки Пока будут Из таких Нужных С пылов Если так можно сказать Так Здесь мы видим Что У инвокеров Фейзы скоро будут Бессмастер Бессмастер Вернулся Уже в мид Есть у него банка Тапок Мэджик Вон Грейджиный Снизу У вивера Кольцо Базилка Ну а на топе Принимает у нас Без шансов Принимает Нужели Мэджик Вон Без Игр я видел на инвокере Последнее время, чтобы товарищи Играли там через векс Начинает его там, не знаю, левела С 10-го, то и дальше То есть с 11-го Типа зачем он нужен Есть санстрайк, есть колд снэп Все хорошо, все остальное потом добавим Ну что, 2-1 в пользу команды Минески, 10-ая минута игры у нас идет Смотрим мы деньги и мы видим Что преимущество как раз у Митраст Что самое интересное Потому что нафармил получше Бистмастер У него 28-5, а нет, инвокер уже 34-17 Лоло, зато ВР-ка в сложной 34-10 Вот с Сенкинг, с Сенкой побежали Так, проблемы здесь, должен закрывать Шейкер Дараксира, да, закрывает он Дараксира и Морф забирает очередной фраг И что-то лучший Хонер Галактики Пока Пока 2-2 у него Пока не самый он лучший Хонер Галактики Ну да ладно Ну что, графики, 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 графики Кстати, по ХП что-то Ну по ХП преимущество маленькое у Минески имеет Тавров еще, ребят, не забирали Ровно 10 минут сейчас сыграно Скоро начнут Здесь ЦМка с Сенкингом 4-4 левел Готовы уже, в принципе, ворваться на эту Виндранерку Как только она подставится Но это она не подставляется Она не хочет подставляться Вивер с Вангвардом Уже Мы видим Шейкер здесь бегает по лесам Так, напали на ВРку Но ВРка Виндран и убегает Опять-таки Сенкин с ЦМкой Из трех своих забегов Реализовали только один на Морфа Сначала не получилось в игре Ну и потом мы видели еще Вот только что второй фейл В ганге Инвокер прячется в миде Инвокер, кстати, перенес себе став Фуизердрай Есть Фуизы, есть у него цирклет, есть Можиквон Ну и Бисмастер 680 голды Пока ничего больше у него не имеется Шейкер рядом с Бисмастером На случай, если вдруг сюда опять приплывут СМК и Сенкинг Кстати, 11-ая минута Давайте проверим, что где по вардам Вот мы видите варды Минески здесь на хайграунде в центре Один вард стоит, второй стоит здесь на верхней линии Чтобы видеть, что там приблизительно происходит Ну, в мидтрасс тоже все четко Держат они линию для Морфа Чтобы видел Морфа, кто летит его гонгировать Ну и стоит на верхней руне вардец А, и на нижней руне тоже стоит вардец Да, то есть вообще капец, Вардоу Лич красавчик Вардоу на самом деле капец И я хочу отметить, да Вот до 56 на 26 уже напатил Марфюа Неплохо, ну это тот самый Это тот самый, про которого мы говорили еще вчера Со Смайлом Это тот самый Иисус Который на интернешне, на ботами Ой, на руне, боже Шекер отстанился и Сенкинг умирает Потому что Бисмастер опять был с ДД Чайник в СМ-ку и мимус СМ-ка И с анстрайком еще и Шекер отъезжает Ого-го-го, шеники Так резко разменялись 1-2 в пользу Мистраст Подрались вот так вот Ну там Шекер очень хорошую слагу положил И смог Сенкинга добить товарищ Бисмастер И в итоге не совсем хорошо пошло все для филипинцев 2-1 в пользу Мид Траст Мид Траст Забавный Братюни эти Мид Траст Кстати, я не знаю, поменяли ли они И сильно ли они поменяли состав после прошлого интернешнала Надеюсь, что нет Потому что команда, в принципе, неплохая В Азии, наверное, после МЮФЦ и после Старсбобы Третья, вот так сказать, для меня команда по любимости, что ли Не знаю, как это объяснить Ну да Просто прикольные ребята Хорошо играют А Морф что-то себе несет в куре Сейчас мы посмотрим, что это Это к нему прилетает Персеверанс готовый Так, а тут в инвизии Бисмастер снизу будет гонгировать сейчас Вивера Если просветка у БМа Нет просветки Вивер улетает Не дает ему улететь Бисмастер Нет, дает улететь Просто дает улететь Вивер улетел наверх фармить Против Морфа здесь А ЦМка с Шейкером ЦМка с Сенкингем тем временем с Денайли Тауэр ЦМка с Сенкингем тем временем Пытаюсь я вот тем временем чекнуть все-таки состав Потому что мне это самому очень интересно Насколько видоизменен состав Поэтому немножко выпал Но я думаю, ты справишься Кадрич Так, Бисмастер с Шейкером из ВР-ка здесь снизу Пытается забрать вышку Это уже второй тавер для команды Митрасс Тавер на топе был заденайен Да, и забирает на них В принципе, без проблем Был здесь Дарксир, но он дефить не стал Вторая вышка в копилку команды Митрасс падает А вот на топе опять копает Морфа Со страхи туда залетает Колба, Вивер тоже рядом Морф перекачивается И воевом уходит, юзает стик И говорит, не пацаны, не сейчас А сюда уже летят ТП Сюда уже летят ТП Шейкер, стан по Виверу Веркас, не связал Связала все-таки Вивера И минус Вивер Лич Заминейтинг Лич Заминейтинг Ну просто 4-0 уличай С 5 фрагов 4 забрал товарищ Лич ЦМ-ка Ну, может и не уйти ЦМ-ка здесь Ценкинг Здесь дерется с Варфом Сам выкапывается Пытается уйти И Морф должен догонять Да, Морф забирает Еще один фраг Минус ЦМ-ка Минус Ценкинг Минус Вивер Митрасс 7-3 Митрасс 7-3 Молодцы Так вот, небольшие детали По поводу Минески Получилось у меня выяснить Они сформировали два сквада Причем Прошлые ребята Костяк будут играть в первую доту Продолжай А, то есть вот это новый состав получается Да, это более новый состав Вот только я не знаю Насколько там Миксовали ли игроков Либо это прям-таки фул Тут происходит просто нереальный экшн Цепанули ВРочку Одну ВР-ка Включает Виндран Налу ХП И не убежит Конечно, не убежит Вивер ее цепляет Но лично делает мегакилл Убивая инвокера Вот вот Лич не боится Давать чайник на килл 100% Он просто не играет Он шпырнул и убежал Нормально То, о чем мы обсуждали Это уже 2-3 дня Мегакилл Мегакилл А у Лича-то, кстати, 300 голды Не хватает до Меки Будет уже Мека на 16-й минуте Ну, 8-4 впереди Митрат И 3 Тавра они забрали Минески забрали только 2 Вот сейчас второй до Брили Ну и по деньгам Миты Должны быть впереди Да, тайцы впереди 3000 голды у них преимущество По ХП тоже около 3000 Но все равно игра очень ровная Счет 8-4 16-й минуты игры заканчивается Да, я там что-то наврал Про инвокера Я смотрю, тут реакция в чате Доехала Ну да ладно Ребят, напомним еще раз Хэштег в твиттере ТИ2КВАУ Вот именно там Что-нибудь туда и пишем Да, лучше пишите в твиттер Кстати, по-прежнему без векс Инвокер 10-й левел Мы видим классы Экзорд Ну, колдснеп И санстрайк Что еще надо Все остальное будет потом Векс можно на 1 Где-то минуте на 14 Кстати, тоже такая инфа Что в доте тебя вообще Перестало слышно быть В самой доте Так, тут пока напали на На этого На бисмастера На дараксира Отъезжает дараксира И анстапы был уже У ТНК Ну, я сейчас сделаю Чтобы меня все-таки В доте было слышно Да нет, должно быть Меня слышно сейчас в доте Ну, что-то говорили Там такое Ладно, неважно 4 на 9 Чет впереди у нас Таиландская команда Myth Trust И что можно здесь глянуть У нас вот Любимое мое занятие Посмотреть на крипов 87 на 27 Морфила Морфилы? Да, нормально показывает уровень Более-менее 2-1 Два из фрага Одна смерть Линка будет через 700 голды И варды Вот, посмотри На нижней руне Даже вот такой вот варды есть Но Понятное дело Здесь с такой доминацией Суппортов команды Myth Trust На варды Бобос у них точно есть Ну да, то есть Мы посмотрим на ЦМ Которая у нас В принципе был У нее один фраг В самом начале На морфе 5 левел Денег там просто взять Неоткуда А вот У У парниш Все хорошо У парниш Я имею ввиду Лича Ну и даже Того же Шейкер Будем считать Суппортом Ну тут одного Лича по-моему Хватает Лич Мека Тапок Бесмастер мы видим Скоро будет с Некрами Шейкер Пока Аркан Тапки Здесь В смоке Минески Пытается что-то придумать Против Верочки И мог уже придумать Ускоряет Синкинга И Верка Скорее всего умрет Холдснеп на нее Верка выталкивает себя Виндранс Санстрайк неточный И на развороте Можно драться Минус Синкинг Очень Потрясающий Отыгранный файт От команды Митраст Да Блин Да Шикарно Да Так что я думаю Минескам будет Очень тяжело Ну Митраст все-таки Да Команда Которая в Доту 2 По сути играет Год А Минески Ну Непонятно Непонятно Да Вообще Непонятно Кто это Что это И зачем это Не будет им походу Тяжело Выиграть у тайцев Напомню Что турнир проводится По системе Дабл Эллиминейшн То есть Даже если команда Проигрывает Завтра у нее будет Еще шанс Пройти по лузерам Так Здесь Синкинга Пытается загнать Но Синкинг спокойно уйдет Есть первая некрокнижка Тем временем У Бестмастера Причем Дабл Эллиминейшн Бест оф 3 Так что Вообще все в огонь Я правда не знаю Насчет лузеров Будут ли там БО 3 Да-да-да Тоже БО 3 Но и есть инфа По поводу финала Бест оф 5 с 1-0 БО 5 с 1-0 В финале Ну вот честно Как ты смотришь На вот это вот Преимущество В одну несчастную Гру Бест оф 5 Это я понимаю Что традиция Но раньше же Были времена Два БО 3 Две серии БО 3 То это застрелиться Можно Я вот после Последних финалов Старладера Помню когда здесь В час ночи Начался финал С преимущества 1-0 Нави Первую игру Выиграли Москов 5 Думаю все Приплыли Тут до 7 утра Если бы две серии Бест оф 3 Ну там все закончилось 3-1 Вы помните Ну я как раз заснул Смотря этот стрим И вот Проснулся как раз В 4 утра По Украине На гимне Виа за чемпионс Нормально Так снизу Опять ганг на Дараксира Связывает его Не успевает Он юзнуть даже Сурш Тут бестмастер Тультует И минус Дараксир Уикед сик лич Лич просто не парится 7-0 Да нормально Такой лич получается С командами Страст Но опять же Друзья В любом случае Если даже МСки в таком темпе Продолжат Сливать данную игру Будет у них шанс Подсобраться Как минимум На вторую игру Еще Так что Я думаю Не стоит списывать Но мне кажется В этой игре Уже ГГВ Пеп Потому что мы Видим что Четыре игрока Команды Миттраста Отыгрывают шикарно А есть же еще План Б В виде морфа И вот план Б В виде морфа Это опасно Так надо сейчас Передвигаться Наверное Куда-то в сторону Рошана Миттрастом Шекеру Еще Дально много Еще целых 950 голды До даггера Бестмастера Скоро будут Вторые некра Лич 800 голды Лич Ну Вивер Вивер Аквила И вангвард Больше ничего Ну на топе Просто в соло Морф забрал вышку У него 2000 У него линка У него тапок У него аквила У него Маджиквон Все очень хорошо Ну и неужели По миду Сразу соберутся И пойдут Давить Т2 тавер Да скорее всего Так и будет Видимо Якует туда парни Из миттраст И пойдут они Все таки давить Т2 тавер Забирать его Что ли Нет не пойду Рошан сначала Да Вторые некра Тем временем Появляются Уже у бестмастера Вот они летят К нему На крыльях любви Ну да Нет ну что можно сказать Можно сказать Что куча бабла Только у морфа И контактная Довольно таки игра Нет ну вообще Денег конечно Намного больше Командами траст Вообще игра контактная И мы не видим Каких то там 200 крипов На 25 минуте Что то в таком Будет Понятное дело Да то есть Минески не разваливаются Как бывает это иногда Когда команда Просто начинает Проигрывать И идет там Полнейший какой то Развал Минески не разваливаются Мне честно Страшно представить Сколько сейчас Люди из Филиппин Смотрят данную игру Ну топика там смотрят Так Типа Нет не цепанул Шекер Почти цепанул Шекер Здесь Товарища инвокера Ну Морф Соло Продолжает Унижать На этот раз Он убил Просто Сонкинга Который Не знаю Как так получилось Но пришел Туда к морфу И в итоге Иисус таких Не прощает Причем Посмотри Обращу внимание Что вот Ой тут еще ДС пришел Но вот вряд ли Иисус его простил Судя по всему Все таки да Иисус всех прощает Наоборот Так вот Иисус любит тебя Даггер Блинк Даггер Въезжает сюда Иисус И не прощает Дарксира Опять мы ошиблись Какой наглый Тебаун Боже мой Вот наглый Морфил Вот так играет И что ты ему сделаешь Сонкинг был далеко Он не мог копнуть И доминейтинг Уже у морфа 13-4 счет Снизу Тут трипла Разбегается Отсюда Там кстати Если я не ошибаюсь Виндранер тоже Приобрела себе Некрономиконы И две пары Некров будет сейчас У Трастов Вторые Некров У Бестмастера Пока первые У Виндранер Ну понятное дело Что две пары Третьих Некров И так плохо Все у Минески А еще две пары Третьих Некров Это будет вообще Не очень Да Ну Чего я хотел Подметить про морфа Вот сейчас якобы В тренде Там Этериал Блэйд Которого Уисуса кстати нет Ну Это же не Мантис Правильно Ну да Иисус У него будет Монтостайл следующий Я так понимаю Пока ничего нету Но есть у Тимаи Торп С него он начал Так что Ну понимаешь Этериал Блэйд Да Это хорошо Но все таки Вот в таких матчах Вот вчера Ой извини Вчера перед Фантастик Я так что наблюдал За шикарным Ультом Шейкера И понял что Это Это что то Это Это просто Как Блик вчера Врывался Делая там Ультра Кил И вот только что Врывается парень С ником 5р5 Так вот Я даже вчера Пересматривал матчи Гранд Финала Прошлого Интернешнала И вот смотрю Да вот Нави убивает Четверых Остается одна сторона Они начинают бить Там юзает глиф Двое появляются И пацаны Ну Был бы это онлайн То есть Не вопрос Они бы просто Пошли бы тех убили Побили бы там Товыра Еще кто-то Выкупился Они побили Нет Нави не били Они просто Спокойно Отошли Собрались Похилялись Купили новых айтемов Пошли Ну то есть Команды играют Очень осторожно Потому что Ну как бы Эта игра не за 5000 долларов Там Которые будут там Не знаю Выданные тебе Через 4 месяца Если ты пройдешь 7 групповых этапов Да Так и есть Не могу не согласиться Зи интернешнл И есть Зи интернешнл 600 голды Не хватает До третьих некров Бистмастеру И мы понимаем Что товарищ Вивер Товарищ Сенкинг Будут иметь Огромные проблемы Против двух пачек Третьих Некрономиконов 26 минута 4 фрага Пока сделали Минески Ну что Кстати 60 на 40 На госу геймерс На Трастов Как раз таки Миф Миф Траст Именно вот так Обстоят дела И 4-13 Счет 25 с копейками Минута игры И полный Карнавал Плюс десяточка Да Карнавал серьезный Даже чуть больше уже Даже уже около 12 тысяч преимущества По деньгам Ну и по экспе Та же ситуация Ну Ждем мы наверное Моменты Когда действительно Соберутся Трасты Вместе Наверное все таки Надо убить Рошана И дождаться Третьих Некрономиконов Потому что Без третьих Некров Тяжеловато будет Ну и шейкера Ульт через 25 секунд Да Посмотри Война вардов Держутся Воюют Правильно Пытаются Минески Не понимаешь Что шансы есть всегда И Нельзя Отчаиваться И бросать И играть Ну Морф тем временем Вместе с бестмастером Рубят Рошана Туда куда-то Полетела Кура Понесла Вторые Некра ВРки Ну и зарубят же Ну а здесь План Гара Да Стоят Просто ВРка Шейкер Лич Понимают Что Кто бы сюда не ломанулся В этом узком проходе Умрут все Что можно просто стоять 300 спартанцев Это Спарта На ура Морф забирает Аэгис Бестмастеру Не хватает Буквально чуть-чуть Для третьих Некра Вот он Мидис Сейчас топорами Дофармит Наверное их Не будет Морф ему мешать И Команда Мидтраз Должна идти Заканчивать Ну с фармом Я вот сейчас наблюдал Только что была пачка 7 крипов Бросил топоры Пытался добивать Убил только 2 Не проперло Не проперло Да Еще летит на базу Чтобы купить себе Третий Некра Он их приобрел И поехали Поехали в атаку Вот сейчас Я так думаю Что все-таки Парни из Мидтраз Будут Закончить эту игру Сегодня реально Может быть Праздник на улице Таиланда Но Это же еще не конец Всего нас Все равно Все равно Таиландцы веселый народ Они готовы отмечать Даже такие победы Да Почему бы и нет Они отмечают Все подряд Снизу План гора до сих пор Выполняется Шекером Личом Вот они Где стояли Там и стоят Они дают линии Отмечаются Они заставляют Стоять у себя На базе Здесь Шекера ЦМку И инвокера Это и правильно делает Нет Ну Иисус продолжает Фармить Ему хоть бы хны Ну ты понимаешь Что такая ситуация Иисус будет идти Здесь по линии Дальше Он сейчас зайдет Уже до Т3 Придется отвлекаться Снизу пойдет Под пуш Ну элементарный Сплит пуш Да Бесмастер тоже здесь Морф понимает Что его уже Не убьют Ну реально Как его тут убить Мне кажется Ему летит Скади Да нет Откуда Ты что Монта летит Такой Летит Скади Испугал меня Прямо Так нет Ну монта Там Мы вчера Вроде обсуждали На 700 голды Где-то там Дешевле Че-то такое Ну да Но монта Стал для пуша Более так Приспособленнее Что заходит Сюда Морф Начинает бить Немного Тавр Его напрягает Виверок Снизу Параллельно Должны забегать Остальные члены Команды Мифрас Но пока Они не спешат Пока Они не спешат У всех Просто Просто армор Первого левела Продан Лич же Лич напомним 7-0 По-прежнему Имеет 2 асиста 1-1 Бистмастер 1-1 Врка 0-1 Шекер Ну и У морфа Здесь Который Против вивера Дерется 4 на 1 Морф Просто Видишь В тупую Просто В тупую Морф Бьет Тавр Ну как бы Ему Че ты ему Сделаешь Че снизу Пацаны Не заходят Я не понимаю Сэмка Тоже ушла На топ Вивера Нету Заходите Снизу Не Это план Гара Фарм Они фармят Т2 Да им вообще Пофигу Знаешь Типа Наверное У всех Байбеки Есть Че то такое Ну так На вскидку Не смотря Голду Ну не у всех Мы есть Почти связали Дарксира Бистмастер Ультует И будет ли Чайник Туда Вот он Чайник Хороший Шекер Прыгает Пока Минус Дарксир Сэн Кинг Тоже едва Живой Надо его Добивать Сэн Кинг Тоже умирает Это Минус 2 Есть Байбек Тут же От Сэн Кинга Инвокер И ЦМ Убегает Тавер Снизу падает Морф Должен На топе Добивать Свой Тавер Да Кристалл Мэббис Тоже умирает Даблкил Сделает Виндранер Падают Бараки Снизу Морф Тем временем На топе Бьет Бараки Со своими Иллюзиями Ну Фортификейшн Тут вряд ли Конечно Поможет Ну хотя Вот ты Смотри Снизу Бараки Не убили Зато на топе Убил Морф Бараки Просто В соло И сейчас Отсюда Нагло Убежит Вот Идут На него Морф Такой Не пацаны Ладно Отдам Аегис Что ли Нет Но я думаю Ему пофигу Правда Санстрайк ему прилетел И Аегис Он может отдать Судя по фему Ну не У него перекачка У него 3500 хп Я думаю Ему тут абсолютно Пофигу Вот смотри Красавчик Просто здесь Морф Уходит Без проблем Молодцы А снизу пацаны Зашли Убили Бараки Четверо гнались За морфом Ой План нави Смотри Спустились На лоу граунд Юзнули смок И побежали В мид Ловить Бессмайтер Ульту И третий Некра Вивер До свидания И кто такой Ну смотри Тем временем Двух сторон Так как и не было И несмотря на то Что есть радианс Вивера ГГ Гоу Некст ГГ Гоу Минески Браво Красавцы Митраст Четыре фрага В самом начале Сделали Минески И Все Митраст Дальше их Не подпускали Молодцы Что-то еще Можно сказать 1-0 Счет Фейк ГГ Кроме админа Никто не ливнул А админ Такой сразу Выжил Админ будет Создавать уже Игру Вроде В принципе Без особых Проблем Отыграли Честно признаться Они понимают Что виноваты Из-за дилея Хотя виноваты Тоже Минески Дилея А не Митраст Митраст Бали вовремя И вот надо Полтора часа До начала Следующего матча Надо быстренько Серию закончить Митраст Там У двух парней Из Минесок 300 пинк Типа У всех остальных 120 Так что Все нормально Я думаю Это не решило Исход игры Да Я думаю Не решило Но Встремлем Неприятно Дожидаемся Пока упадет Трон Маленькая пауза Перед второй игрой И Ребята Скрещиваем все пальцы Чтобы вторая игра Загрузилась Получше Чем это было С первой Да Иначе можно Ну что Ждали мы 59 минут А смотрели Игру 30 Ну вот так Вот оно и бывает И У ВР Изолятор Не пацаны По-моему Ради Стоят Как в горении Было раньше Ну что 1-0 В пользу Мид Траст Никуда не убегайте Буквально Через 5 минут Мы возвращаемся На второй матч Ты тоже Не убегай Ставлю разговор На паузу Скоро вернутся Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует